Переговоры глав государств стартовали с формата тет-а-тет, затем продолжились с участием министров иностранных дел. Президент Азербайджана в ходе встречи отметил, что сотрудничество между странами успешно развивается как в политической, так и в экономической сферах. По его словам, белорусско-азербайджанские связи динамично развиваются по всем направлениям. Я посмотрел, освежил в памяти свои визиты в Беларусь, ваши визиты в Азербайджан. Это все свидетельствует о тесном политическом взаимодействии, высоком уровне доверия между нашими странами и нацеленности на результат. У нас отношения совершенно свободны от всяких проблем. Наши регулярные контакты позволяют просто подводить итог сделанному, намечать следующие шаги и двигаться вперед как два друга, партнера. Белорусский лидер высказал особую благодарность своему азербайджанскому коллеге за поддержку в сфере поставок углеводородного сырья. Александр Лукашенко предложил Ильхаму Алиеву углубить сотрудничество нефтяной отрасли. Также президент Беларуси подчеркнул факт того, что готов оказывать поддержку восстановления освобожденных от армянской оккупации территорий. Я очень рад, что вы как истинный друг белорусского народа понимаете, что впереди ой сколько еще работы, тяжелые работы, мирные работы по восстановлению жизни на возвращенных территориях. И вы должны знать, что в Беларуси ваши надежные друзья. Ваши возможности вы знаете. Мы сегодня с министрами, специалистами еще раз обсудим. Переговоры продолжились в расширенном составе. К президентам присоединились представители правительств двух стран. Во время переговоров много внимания было уделено торгово-экономическому сотрудничеству и переходу на новую стадию кооперации. По итогам встречи глав государств были подписаны меморандумы о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в энергетической сфере в области ветеринарии, туризма. После церемонии подписания документов президента Азербайджанской республики Ильхам Алиев и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступили с заявлениями для печати.